Так всегда и получается. Сперва угробят человека, а потом начинают разыскивать его личные вещи, писал Довлатов. Так было с Достоевским, с Есениным. Теперь это произошло и с самим Сергеем. Его вещи собрали в заповеднике в деревне Березино, в доме Михаила Ивановича, где Довлатов жил в 77-м, когда работал экскурсоводом в Пушкинских горах. Кто на печи рисовал вот этих осликов розовым мелом, сейчас доподлинно уже и не выяснить. Зато подлинные интерьеры Довлатовских времен хорошо считываются по заповеднику. Улыбающийся Гагарин, Мау из огонька и телевизор с радио, которые всегда работали одновременно, как только Михаил Иванович трезвел. Но главное это воздух. Спертый, очень плотный, такое ощущение, что отдающий вчерашним перегарам. Несмотря на все реконструкции, соседняя комната до сих пор в ужасном состоянии, посередине до сих пор провисает потолок. Я тут со своими-то метр семьдесят пять в него легко упираюсь. А как здесь ходил Великан Довлатов, можно только догадываться. Окна на юг выходят? На самый-самый юг. Он очень точно уловил все, что происходило. То есть так общались мужики в то время. И вот этот и диалект, и выходки, да, это чисто здешнее. И почему Михаил Иванович, то есть по жизни Иван Михайлович Федоров, он на него не рассердился за то, что он его изобразил таким дружбистом. Отличительная черта всех дружбистов. Бензопила. Дружба тяжелая. И червонец в кармане. Он тогда в лесничестве работал, Иван. Ну, с дровами связан, с лесом. Дружба, дружбист. Ну да, там лакет, там бывает, это спилит дровишки. Он зависит, это жильцы от него, что дрова заведовал бы он, как бы, лесничку. Он работал вот. Анатолий Федоров – племянник дружбиста Михаила Ивановича. Тот самый Толик, что откровенно и деловито помочился при первой встрече с Довлатовым. Дело было как раз на этом самом крыльце. Ну, познакомились мы, я говорю, мы в этом же доме познакомились, когда он искал жилье себе. А мы с Иваном, ну, с дядькой смотрим. Тут сидели, вино пили вот в этом. И он тоже заходил, зашел. Спросил насчет жилья как-то. Ну, вот мы тут добро дали. Вино пили розовое, клюквенное. Много бутылок дома не скапливалось. Их Михаил Иванович всегда выкидывал, а не сдавал, как остальные деревенские. Внезапно нагрянувшая в заповедник жена отказывалась принять, что это комната жилая. Занавесок не было, и любой мог заглянуть с улицы в окно. В деревне с этим было просто и 40 лет назад, и сейчас. Лампа была завешена импортной кепкой. А под кроватью до сих пор зияет та самая дыра, через которую и выползали собаки. Видимо, и Доблатов, один раз попытавшись, бросил это неблагодарное дело. Вы видите, как дом стоит? Фактически на сваях. Вот там, наверное, была их яма, в которой они спали. У них собачьей будки тут не было. То есть собаке нужен какой-то кровь. Собака любит. Там, очевидно, по дому. А выползали и в ту дверь входили после того, как Михаил Иванович открыл ее легко ногой. Вот тот самый заколоченный отдельный ход, который Михаил Иванович, разбежавшись, выбил. Доблатову часто приходилось им пользоваться, чтобы не сталкиваться, когда не было настроения с хозяином избы, и избегать деревенских. Да и здесь тоже вот деревня. Тоже его побаивались. Ну, раз он трезвый, то здесь появлялся редко трезвый, выпивший. А он был такой здоровый, такой, знаешь, побаивались. Ну, он такой спокойный, ну, не что. Ну, однако. В памяти местных Доблатов так и остался великаном-пьяницей, а не писателем, которого печатали в Нью-Йоркере. И на дом с провалившейся крыши смотрят с подозрением. А он, живой герой заповедника, по-прежнему производит страшное впечатление и принимает туристов. Доблатов оказался прав, когда говорил, что его рассказы будут нужны всем. Просто в 77-м люди еще об этом не догадывались. Павел Никифоров, Дмитрий Воронков. Пуш-горы. Пульс города.